Сейчас я нахожусь около автомобиля Hyundai Sonata, внутри которого установлена система Android Auto. Посмотрим, как все это работает. Привет, обитатели интернета и мобильных сетей! Это Droider.ru на конференции Google.io. Мы благодарим наших друзей из магазина iCult за помощь в поездке. Кстати, каждый заказ в iCult поддерживает видеоблогера. И спасает котика. Для начала нужно взять свой Android-смартфон и установить на него специальное приложение, которое называется Android Auto. А затем подключить обычный microUSB, который включается в USB, который есть практически сейчас в каждой машине. После этого происходит следующее. На экране загорается специальное меню, которое адаптировано уже специально для водителей. И оно выводит самую нужную информацию, по мнению Google, которая нужна водителю. Если говорить о самой технологии, то она похожа на аналог от Apple, который называется CarPlay. Все действия происходят на самом смартфоне. А на экране просто появляется сгенерированная телефоном картинка. Так, давайте посмотрим, что она умеет. Здесь есть несколько элементов управления. Основной элемент это вот эти вот четыре точки. По сути, это главный экран. Называется он Overview. Когда мы нажимаем, мы попадаем вот в это главное меню, где мы сейчас и находимся. Здесь мы можем переключать между различными действиями. Как видите, сверху у нас хранился наш последний маршрут. Также есть виджет с музыкой. И еще есть последний звонок, который мы делали. Эндрю Бреннер, это вот как раз человек, который тут сидит. Ему можно позвонить, просто нажав вот на этот небольшой виджет. Кроме этого, здесь есть отдельная кнопочка для карт. На нее тоже можно нажать. И мы сразу попадаем в Google Maps. Обычный Google Maps. Тут сенсорный экран. Да, мы можем двигать. Все, в принципе, происходит более-менее быстро. Но интернет тут работает так себе, потому что народу очень много. Эндрю вот сейчас показывает, что тут есть разные категории. Мы можем сразу заехать на заправку, на парковку, в больницу, в кафе. Ну и, короче говоря, такие всякие самые нужные штуки для водителя. Тут выводятся достаточно быстро в несколько нажатий. Теперь переходим к следующему разделу. Это телефон. В принципе, здесь ничего особенного. Просто попадаем сразу в контакты, которые у вас забиты в вашем Google фоне. И можно тут выбрать, кому позвонить, либо набрать номер. Опять же, стандартный номер-набиратель. Ничего сверхъестественного. Следующая кнопка, вот мы уже к ней перешли, это музыка. Ну, собственно, в машине нужно слушать музыку. Мы можем использовать здесь стандартный плеер Google Music. Вот в данный момент мы сейчас как раз запустили трек. Кроме этого, мы можем контролировать с помощью кнопочек, которые находятся на руле. Тоже, опять же, в каждой машине это есть. Ну, в принципе, можно опционально брать, можно в стандартной комплектации. Давайте попробуем нажать. Вот таким вот образом можем переключать треки. Кроме этого, мы можем выбрать не только плеер от Google. Мы можем посмотреть какое-нибудь другое приложение. Вот. Здесь сейчас есть небольшой список различных приложений интернет-радио. Все эти приложения, опять же, установлены на смартфоне. В самой машине никаких приложений нет. Просто разработчики должны добавить поддержку вот этого Android Auto. И тогда все эти приложения будут появляться тут. Мы можем запускать, например, какой-нибудь интернет-радио. Например, TuneIn. Мы просто его запускаем. И после этого можем слушать через интернет различные радиостанции, используя... Ну, я. Молодцы, я вашу. О! Чувак очень рад, что он нашел что-то русское здесь. Потому что мы ничего русского раньше не нашли. А, ну да, это сейчас футбольный матч идет. Вот, видимо, его трансляция. Переходим к следующему разделу. Вот эта вот стрелочка. Здесь будут спрятаны различные бортовые системы. То, что будет предустанавливать производитель авто в свои машины. Сейчас здесь всего три пункта. Мы можем вызвать эвакуатор. Это вот первый пункт. Пока что просто заглушка. Она не работает. Сейчас сюда не приедет огромная машина с крюком. Кроме этого, мы можем посмотреть, когда мы последний раз проходили ТО. Сколько миль назад или километров. Что нам сделали. И, кроме этого, здесь есть еще диагностика системы. Можем посмотреть, какие-то, если ошибки выходят. Например, у вас часто загорается. Вот тут сейчас горит Check Engine. И мы можем посмотреть, что это за ошибка конкретная. И уже потом ехать в техцентр. Ну и самое главное, в чем Google силен, это голосовые команды. Сейчас мы покажем несколько сценариев. Да, сейчас мы как раз построили маршрут до музея. Стандартный запрос про погоду. Основные ответы на вопросы отображаются, не отображаются на экране, а говорятся голосом. Также можно прочитывать и сообщения. Пока что все работает в тестовом режиме. Система выйдет уже окончательно осенью. И машины с ней тоже начнут появляться осенью. Видимо, одна из первых будет Hyundai Sonata. Это, возможно, еще какие-то модели. Вот, например, Honda Civic, Chevrolet, Audi. Ну, на самом деле, много различных автодилеров подписали соглашение с Google. И, ну, не все, к сожалению. Но основные массовые вендоры все будут поддерживать. В данном случае Google выбрал примерно ту же политику, что и Apple со своим CarPlay. Когда вы подключаете телефон к своей бортовой системе, к своей машине, то он, в принципе, превращается в кирпич. И с помощью него вы уже ничего делать не можете. На нем просто горит логотипчик. И все действия осуществляются уже с помощью интерфейса. И если какие-то приложения, которые у вас на телефоне, которые вы часто используете, не поддерживают Android Auto, то вы не сможете ими воспользоваться. И это, конечно, немного неудобно может быть. Если опять вспомнить про Apple CarPlay, то, в принципе, автомобильные производители смогут использовать сразу несколько систем в своих бортовых компьютерах и поддерживать и Android Auto, и Apple CarPlay. Техническая возможность для этого имеется. Это был первый взгляд на Android Auto. Его подготовили Валерий Истиш и Борис Веденский. Подписывайтесь, будет еще много всего интересного. Кстати, всем подписчикам Дроидера в магазине iKul.ru скидки или подарки. Субтитры сделал DimaTorzok